Всем привет, друзья! Это очередная передача Итого по ЗАТО. И сегодня мы, в связи с наступлением, наконец-то, тепла, выдвинулись в парк на улице Зернова. Сегодня расскажем в нашей передаче о том, что у нас выпускной перенесли в театральный сквер, о том, каких успехов достигли управляющие компании при подключении тепла, и о долгострое на улице Негина. За новостями мы традиционно ходим в нашу группу ЗАТО новости, и те самые новости, которые набирают больше всего лайков, аховатов и репостов, попадают в нашу передачу. Поехали! Самая популярная новость на этой неделе посвящена ДТП, произошедшему 10-го числа, то есть на неделе прошлой. Автомобиль Берседес двигался по улице Силкино со стороны Атома по объездной. Водительница 52-х лет не справилась с управлением, машина перевернулась, долетела до газораспределительного узла, врезалась в ограждение и там загорелась. Кроме того, в машине был еще пассажир, мужчина 38-ми лет. И вот этим людям на самом деле очень повезло, потому что рядом проходил молодой человек, это рядовой нашей росгвардейской дивизии, зовут его Павел Белоусов, и он, соответственно, этих людей из машины извлек, передал потом на руки врачам, и, соответственно, еще оказал помощь нашим пожарным, когда эту машину тушили. Надо сказать, что здесь людям действительно очень сильно повезло, потому что рядом с ними оказался человек, которого профессионально учат действовать в экстремальных ситуациях с холодным разумом. Соответственно, мы опубликовали благодарность со стороны родственников, потерпевших в адрес этого молодого человека, к которому, соответственно, и присоединяемся. Это, без дураков, героический поступок. Ушла из жизни педагог Марина Михалева. Она приехала в город из Курска в 1970 году, работала в 20-й школе, в 15-й школе и в Доме ученых. Мне она известна как человек, который занимался КВН-командой «Эпицентр». И эта команда, надо сказать, достигла больших успехов. То есть они реально там на центральном телевидении, несмотря на то, что это была детская команда, то есть она состояла из школьников, они достаточно серьезно конкурировали с взрослыми командами. Собственно, по этому поводу я с Мариной и пересекался пару раз, и она произвела на меня впечатление человека, который действительно, вот, как говорят, Господом Богом, был предназначен для этой профессии. То есть это был увлеченный своим делом педагог, дарящий нашим детям знания и, самое главное, стимул к жизни. Потому что вот совершенно не случайно она занималась КВНом, она была заместителем по воспитательной работе, и она действительно давала не только знания, но и понимание, как нужно в этой жизни двигаться и к чему стремиться. Соболезнования родным и близким и всем, кто знал эту замечательную женщину. Наши пожарные сообщили подробности о пожарах, произошедших на прошлой неделе. То есть я напоминаю о том, что у нас горел дом рядом с ТЦ «Атриум». Выяснилось, что там площадь горения составила 30 квадратных метров. Горели, собственно, стропила под кровлей. И, как сообщают пожарные, причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Кроме того, пожарные выезжали 9 мая в магазин на улице «Советская». Правда, горения там не обнаружили. Все потухло само. Загорелась, на самом деле, проводка, которая шла к холодильному оборудованию. То есть, видимо, сильно перегрузили и, соответственно, провода не выдержали. Но в этот раз обошлось без серьезных последствий. А уже 10 мая практически полностью выгорел балкон на 8 этаже по улице «Юности-13». Причины этого пожара пока уточняются. Как только появятся подробности, мы их обязательно сообщим. Ну, наверное, стоит очередной раз напомнить, что все-таки огонь ошибок не прощает. Это большая и серьезная проблема, когда возникает пожар. Поэтому, дорогие друзья, внимательно следите за проводкой. Не балуйтесь с открытым огнем. И, соответственно, учите своих детей тому, чтобы они тоже были такие же внимательные. Очень прям такая громкая новость на этой неделе. То есть, у нас сначала пошли слухи о том, что выпускной собираются перенести. Традиционно он же отмечается у нас на площади, а тут вроде бы как в театральный сквер. Мы решили выяснить все подробности, поэтому послали официальные запросы в администрацию. А администрация достаточно коротко ответила нам о том, что да, действительно, слухи подтверждены. И 28-го числа выпускной пройдет в театральном сквере. Объясняя причину, они написали, что у нас 29-го там же планируется проведение Дня города. Дескать, некий оргкомитет, в ответе администрации, кстати, он с большой буквы написан, вот принял такое решение. Ну, чтобы типа два раза не вставать. Надо сказать, что саровчане очень активно на это дело все реагировали. Написали огромное количество комментариев и понятно почему. Потому что это действительно традиционное место для нашего города проведение выпускного на площади. Оно такое, ну, знаковое место. Соответственно, люди к нему привыкли. И перенос в театральный сквер им не очень понятен. Ну и дальше они, соответственно, начали задавать вопросы по инфраструктуре. Потому что где разместятся все люди, которые придут смотреть на этот самый выпускной. И самое главное, это неоднократно, кстати, поднималось в каменах, куда они все будут ходить в туалет. Наши прошлые дни города, которые также проходили вот здесь, в театральном сквере, показывают, что люди используют в качестве туалета все ближайшие подъезды. Уже тогда, несколько лет назад, поднимался вопрос о том, что на подобные массовые мероприятия нужно вот эти вот синие маленькие туалетики привозить и, соответственно, их большое количество выставлять. Мы тоже об этом задумались и, соответственно, сейчас сформировали другой запрос в администрацию, в котором мы спрашиваем, а вообще существуют ли нормы, да, то есть обеспечение людей туалетами. То есть если это массовые мероприятия, то можно предположить, какое количество народа на него придет. Придет, соответственно, наверняка какой-нибудь норматив существует, чтобы люди все-таки занимались этим делом в отведенных местах, а не загаживали всю окружающую территорию. Кроме того, люди беспокоятся, что зрители потопчут газоны, которые только-только начали у нас расцветать. Мы также провели голосование, кстати, в нашей группе, и из наших подписчиков 70% считают, что выпускной традиционно должен проходить на площади. Поэтому также выясним, кто входит в этот оргкомитет, потому что нам стало интересно, какие персонажи там наличествуют, и почему они подобные решения принимают. Ну и дальше, наверное, спросим, а исходя из чего они такие решения принимают. Потому что в последнее время, и чуть позже я об этом тоже буду рассказывать, у нас звучит такая формулировка по многочисленным просьбам сыровчан. Вот хотим определить количество, которое называется многочисленным. Еще одна новость, которая появилась у нас, также благодаря запросу, который мы сделали в администрацию города. Напоминаю, что мы, как средство массовой информации, можем посылать официальные запросы, на которые администрация обязана по закону отвечать. Нам стало интересно, что же происходит с дорогой на улице Академика Негина. Дело в том, что в свое время, практически год назад, в июне 2023 года, муниципальные СМИ сообщили о том, что работы идут по графику и закончатся в октябре 2023 года, после чего дорога встала. И вот теперь нам ответили, что на самом деле сейчас переделывали проектно-сметную документацию и вносили в нее изменения по стоимости материалов. И вот теперь все изменения внесены, и, соответственно, администрация ждет, когда эта самая новая смета пройдет так называемую госэкспертизу. После чего работы, как ожидается, возобновятся и должны быть закончены в четвертом квартале 2024 года, чему мы, конечно же, не верим, потому что, ну, вот эта вот история с готовностью на 82% еще в прошлом году нас всех насмешило. А мы, дорогие друзья, не рекомендуем вам верить всем цифрам, которые сообщают муниципальные СМИ, потому что они никакой официальной информации, как ни странно, не подкрепляются. В отличие от нас, потому что мы с помощью официальных запросов выясняем администрации все официальные подробности. По понятным причинам на этой неделе хорошо взлетела новость с рассказом о том, как управляющие компании справились с подачей тепла в наши с вами дома. Напомню хронологию. То есть у нас 22 апреля глава администрации подписал постановление о прекращении отопительного сезона с 25 числа. В нем он сообщил о том, что, в принципе, по прогнозам сильных холодов не ожидается, и по многочисленным просьбам саровчан, это он особо отметил, он решил прекратить отопительный сезон. Ну, чтобы не жаловались, что в домах сильно жарко. А вот уже 8 мая глава администрации этот самый отопительный сезон возобновил, отдельно рассказав о том, что это потребовало серьезных усилий со стороны ресурсопоставляющей организации и всех сопричастных служб. Ну и дальше 9 числа к работам приступили управляющие компании. То есть, ну, грубо говоря, ТЭЦ воду дало, оно его пустило в магистрали, а вот уже завести это тепло в дома, это как раз вот задача управляющих компаний. И управляющие компании справились по-разному. Раньше всего тепло появилось в домах управляющей компании управления домами в Сарове. Я, кстати, живу в таком доме, и действительно 9 числа батареи потеплели. Как сообщают жители других домов этой управляющей компании, действительно тепло поступило оперативно. МОП-центр ЖКХ на наши звонки и комментарии давать отказался, направил в администрацию, тескать, у них спрашиваете, но там понятно, что абсолютно разные ситуации. Где-то тепло дали, где-то его, естественно, не было. Интересно поступила управляющая компания «Уютный город». То есть, они сначала достаточно в жесткой манере отвечали, ну, электронным образом, в комментариях жителям, а потом просто закрыли комментарии, и после этого выкатили объявление о том, что, в общем-то, большая проблема с подачей тепла у них связана с тем, что сразу после того, как отопительный сезон закончился, они сразу начали работать на оборудовании в домах. Ну, то есть, действительно, занимались профилактикой. И это правда. Управляющая компания КХК ФДЖ, как сообщают жители, справилась с ситуацией уже после праздников. То есть, где-то там числа 12-13 тепло действительно начало поступать в дома. Ну, а сейчас, в принципе, потеплело, и скоро отопительный сезон, наверное, окончательно прекратится. Мне лично вот прямо действительно интересно вот эти вот метания главы администрации. То есть, сначала решительным образом прекратил отопительный сезон, он отдельно проговорил, что ничего не получится обратно ввести, а потом, надо же, вот 8-го числа такую историю устроил. Отдельно прекрасно, конечно, что 8-го числа. То есть, прямо накануне праздников нагнули все управляющие компании. Представляете, да, люди там собрались идти отдыхать, отмечать День Победы, а им говорят, нет, надо поработать. Второй аспект, это именно как раз вот эта история с тем, что обычно сразу после отопительного сезона на всех вот этих вот гидроузлах и сетях начинаются профилактические работы, ну, чтобы успеть к следующему отопительному сезону их подготовить. Это я такую аналогию провел, это вы машину пригнали на ТО, да, и мастер такой разложился, все там как бы поднял, открутил, пробил отвертку и уже вот этот вот масляный фильтр, чтобы его сподруче не откручивать, а тут вы такие подходите, слушай, говорит, давай, возвращай все обратно, мне сейчас еще на дачу надо съездить. Вот примерно в такой ситуации оказались у нас управляющие компании. Надо сказать, что вот эта история по прогнозам не обещает сильных холодов, меня тоже сильно удивило, потому что я напомню о том, что 2-го числа мэр соседнего с нами города Арзамаса сказал о том, что он продлевает до 13-го числа отопительный сезон. То есть он, видимо, что-то такое знает, да, может быть, стоит нашему главе администрации тоже советоваться с мэром Арзамасом, может быть, у него там шаманы какие-нибудь или гидрометеорологи какие-то серьезные, которые ему подсказывают, что холода все-таки будут продолжаться. Поэтому на будущее даже не знаю, как на это все реагировать. Но с другой стороны, как я говорил раньше, очень хочется узнать, что такое множество саровчан. То есть глава уже не первый раз об этом говорит, что вот по множественным обращениям у нас вот такие решения принимаются. Вот мне интересен, кстати, критерий. И я думаю, что я направлю запрос к главе администрации и спрошу, что у нас действительно определяется, как множество саровчан. И каким образом от них поступают обращения. Это телефонные звонки, это может быть письменное обращение от коллективов рабочих. То есть вот эту всю историю я, пожалуй, и запрошу. Потому что, ну, по большому счету, получается хороший такой эффективный инструмент. Если знать точное количество множества саровчан, которые влияют на принятие решений, то в будущем году можно уже самостоятельно горожанами решать, когда начинать отопительный сезон, а когда его прекращать. Кстати, на этой неделе Алексей Александрович Сафонов, глава нашего города, отмечал свой день рождения. Держитесь, Алексей! Остался всего год. Областная новость. 15 мая на базе Нижегородской президентской академии начал работать Центр приема заявок в программу, которая у нас называется «Время героев». То есть это федеральная программа, учрежденная сразу президентом. И направлена она на то, чтобы участники СВО смогли получить компетенции, достаточные для того, чтобы они потом могли стать управленцами в государственных структурах или на государственных предприятиях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления. Займет она два года. Будет проходить как в дистанционном, так и в очном режиме. И уже на текущий момент в эту программу заявилось более 44 тысяч участников специальной военной операции. С моей точки зрения, программа действительно очень хорошая и правильная. То есть люди, которые продолжают сейчас находиться в зоне СВО, прекрасно понимают, что после этого самого СВО история с ними не закончится, а государство дает им возможность занять руководящие посты и специально их будет этому обучать в бесплатном режиме. Кроме того, я очень надеюсь, мы неоднократно об этом говорили, что подобным людям, которые прошли через боевые действия, им нужна и психологическая помощь. И я очень рассчитываю на то, что эта программа будет включать в себя и такие модули в том числе, чтобы люди действительно смогли примириться вот с этими травматичными обстоятельствами, под давлением которых находились достаточно долгое время. Ну и российская новость. Я напомню о том, что у нас президент Российской Федерации снова стал президентом, прошел через процедуру инаугурации, и после этого автоматически у нас в отставку ушло все правительство. Дальше, соответственно, Владимир Владимирович предлагает Госдуме утвердить нового премьер-министра, которым снова предложил Мишустина, и, соответственно, силовой блок. И вот касаемо силового блока, в принципе, самая главная интересная новость. Дело в том, что Сергей Кужгетович Шойгу у нас больше не министр обороны, а возглавлять он будет некий совет безопасности. Но на самом деле, как обычно звучит этот термин, отфутболили на чердак. То есть должность красивая, но по факту уже не такая, как министр обороны. А вот на место министра обороны Владимир Владимирович предложил другого человека. Это экономист Андрей Белоусов. То есть у нас тенденция, когда министром обороны становится гражданский человек, не прекращается. И это, в принципе, правильно, потому что воевать должны генералы, то есть генеральный штаб, он состоит из военных. А вот должность министра обороны, она, по сути, такая хозяйственная. Интересен тот аспект, что у нас некоторое время назад достаточно громко арестовали заместителя министра обороны, который занимался военным строительством. Прямо сейчас уже прошел арест специалиста по кадрам, тоже из Министерства обороны. Вслед за Сергеем Кужгетовичем практически все заместители министра обороны написали заявление на съем себя полномочий. И, в общем-то, действительно, судя по всему, вот эта история с чистками в Министерстве обороны как раз началась, чего мы так долго ждали. По понятной причине назначен экономист, потому что война и вообще военное дело это дело такое денежное, соответственно, эти деньги начинают прилипать к рукам. А у нас сейчас идет специальная военная операция, поэтому все средства нам нужны. Поэтому, видимо, господина Белоусова и поставили для того, чтобы он все вот эти самые финансовые потоки проверил, направил в нужную сторону, а людей, которые их направляли не в нужную сторону, я думаю, что планово пересажают. И это прекрасно. Наша любимая и нелюбимая рубрика «Преступление и наказание» на этой неделе чуть более чем полностью заполнена мошенничествами. То есть эта история у нас продолжается. В этот раз, правда, отработали старую схему с тремя жертвами. Это тема с жертвами ДТП. То есть когда, как правило, пожилым людям звонят, сообщают о том, что их родственник попал в ДТП и стал его виновником. И для того, чтобы его не преследовали по закону, нужно занести денег уже полицейским. Ну, либо, соответственно, там налечение пострадавшей стороне. Дальше приезжает специально обученный курьер, который деньги забирает физически. В этот раз у нас одна соровчанка отдала 300 тысяч и два соровчанина по 400 тысяч рублей. Напоминаю, что эта тема такая двоякая, потому что курьеры, это, как правило, все-таки местные. Если сами мошенники работают сильно из-за пределов нашего города, а то из-за пределов нашей страны, то вот курьеров они находят на местах. И вот меня это продолжает удивлять, потому что у нас в городе, по-моему, все эпизоды с подобными мошенничествами были раскрыты. Ну, в части, собственно, задержания курьеров. Поэтому вот таким вот образом зарабатывать деньги, я думаю, совершенно неправильно. Тем более, что люди, как правило, наверняка понимают, что они прямо сейчас совершают преступление. Так что, если вам подобный звонок с предложением о подобной работе поступит, дорогие друзья, то я думаю, что в эту историю впрыгивать не надо. Достаточно крупную сумму в полтора миллиона рублей отправила соровчанка у нас на знаменитый защищенный счет, да, то есть это классическая схема, когда звонят, говорят, что у вас средства пытаются изъять некие мошенники, нужно самостоятельно их снять и отправить на этот самый защищенный счет. Таким образом, утекло полтора миллиона. Ну и совсем, так сказать, детской суммой отделалась соровчанка, которой подруга написала в мессенджеры и попросила денег до вечера. Всего 6700 рублей ушли мошенникам. Рубрика «Маловарня» у нас обычно посвящена сериалам, которые я рекомендую посмотреть на выходных, потому что у меня черный пояс по просмотрам сериалов. В этот раз посоветую вам сериал, который называется «Боткин» 18+. Мне всегда казалось, что Ирландия – самая красивая страна во всем мире. Вокруг сплошное дерьмо. Бесконечные поля дерьма. 21 год назад пропали 3 человека. В Ирландский день всех святых. Слыхал, вы интересуетесь пропавшими? Я знаю, что с ними. На них напали. Лошади. Лошадям лучше не доверять. Нам угрожают, значит, мы напали на свет. Это очень хорошие новости. В этот раз Netflix сделал в Ирландии. Некие подкастеры приезжают в маленький городишко Боткин, чтобы рассказать о загадочной истории, пропаже трех местных жителей, которое произошло в тамошний Хэллоуин. Вместе с подкастерами приезжает специально обученная журналистка из Дублина. И вот тут они начинают выяснять, что на самом деле чертовщины здесь гораздо больше, чем они могли себе предположить. Достаточно интересный и такой, надо сказать, медлительный сериал. Очень много красивых видов Ирландии. Я вообще эту страну очень люблю. Много загадочных всяких ситуаций. Я, кстати, сериал еще до конца не досмотрел, поэтому не могу сказать, чем там дело закончится. Но, в принципе, посмотреть рекомендую для тех, кто любит вот такие вот детективные и мистические истории. Я думаю, вам будет обязательно интересно. Ну, не зря мы сегодня вышли в парк на улице Зернова, потому что действительно потеплело. И на следующей неделе нас ожидают солнечные дни, по прогнозам синоптиков, до плюс 18 и даже до плюс 20 градусов. Правда, вот уже следующим выходным нам снова рисуют по холоданию до плюс 9 и дождь. Это была программа Итого по Зато. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, обязательно отправляйте это видео друзьям. И оставляйте комментарии. А на сегодня все. Пока-пока.